Привет-привет всем! Сегодня с вами Татьяна и Американская Жизнь и Русской Жены. Сегодня мы с вами на кухне, на нашей любимой. Я сейчас редко сюда заглядываю, поэтому приготовить что-то вкусное, особенно из кето, это целый праздник. Итак, сегодня мы с вами будем готовить голубцы. Голубцы в американском стиле, в России так мы не готовили. Для меня опять было новое открытие и очень интересно. Конечно, для этого нам потребуется фарш. Фарш вы уже знаете, где мы взяли. Я взяла две луковицы. Из всего многообразия капусты, которые я обнаружила, только такая маленькая капусточка. Соответственно, вы помните, как готовить голубцы? Надо поставить воду кипятить, чтобы наши листочки отходили. Цветная капуста, она у нас вместо риса. И новое введение – это бекон. И еще одно новое введение – это томатный сок. Итак, сейчас нам надо нарезать лук, нарезать мелкими кубиками бекон. И бекон надо поставить на медленный огонь, чтобы он обжаривался и стал таким очень мягким-мягким, не тугим. И потом в бекон мы добавим мелко покрошенный тоже кубиками лук. Итак, давайте начнем. Итак, мы с вами имеем две капусты. Наша вода закипела. Как вы помните, надо взять что-то остренькое, воткнуть в середину капусты, потому что нам надо собрать листы для голубцов. Я, конечно, это все делаю так, как меня учила моя маман. Немножечко надрезаю. И в кипящую воду на одну минутку. Кстати, американцы вообще, они любят готовить это блюдо именно по праздникам, когда большое скопление людей это блюдо готовят в большой... Так, вот так, чтобы не видеть было. Это блюдо готовят в большой такой емкости. И там, короче, можно целый месяц кушать. У нас, по-моему, скоро танцгивинг или день благодарения. Там обязательно будет это блюдо. Я постараюсь снять видео и покажу вообще, что там творится. Итак, у нас немножечко подошло. Вот, видите, листочки отходят. Я откидываю над ушла. Не хочу трогать. Возьму что-то типа вот такого. И я приготовила отдельную чашку, чтобы сюда закладывать эти листики. Вот, видите, как они заметны, да? Все они очень спокойненько отходят. Так. Теперь надо надрезать еще по основаниям. Вот здесь вот видно, где середина листа. И отправить на одну минутку. Листочки собрать. Кстати, подостывшие листочки надо иметь в виду, что вот эту середину листа вот нам надо ее срезать. Сейчас я на горячем уж показываю. Потому что я же не люблю весь процесс показывать. Вот так надо будет срезать, чтобы однородный листочек был. Итак, таким образом мы две капусточки так такую процедуру проводим. И у нас соберется маленький тазичек капустных листов, в который мы будем заворачивать наши голубчики. так вот посмотрите убегают. Вот я готовлю бекон. Вторая капусточка на подходе. Тем временем я покрошу лук. Тоже очень мелко по возможности. Вот так мелко я покрошила лук. Ну нет можно еще мельче. Но мелко. вот а тем временем наш бекон вот приобретает такую форму. обжариваю. Пусть еще обжаривается. Скоро мы добавим сюда лук. Наша вторая капусточка уже почти готова. Вот сколько у нас получилось листочков. Я думаю этого достаточно. посмотрите какой стал бекон. достаточно уже пропекся. Прожарился. Где моя мешалка? И так он достаточно прожарился и даже более чем очень коричневый стал. видите. Но не подгорел еще. Добавляем сюда лук. Обжариваем с луком на немедленном на среднем огне. Тем временем пока обжаривается лук с беконом мы с вами будем крошить цветную капусту. Теперь когда у нас с вами все ингредиенты готовы фарш цветная капуста почему-то я все время хочу назвать брокколи и лук с беконом пожаренный. Мы все это добро смешиваем. я сейчас не солила потому что бекон он и так уже подсоленный и только в самом конце кто умеет пробовать пробует кто не умеет все равно немножечко надо подперчить и посолить и так сейчас мы начинаем делать наши голубчики капусточка у нас была маленькая поэтому видите какой маленький листочек так давайте попробуем я приготовила противень поставила плиту духовку на 450 градусов по фаренгейту пока плита духовка будет подходить я пока накручу голубцы получаются вот такие маленькие голубчики мне очень нравится конечно честно признаюсь американцы делают с моим ну наверное вот такие голубцы уже готовые то есть там съел один и упал ну вы уже заметили да что американцы которые мне попались они все там такие не мелкие вот соответственно и кушают они прилично но я люблю маленькие последнее время с феликсом честно признаюсь мы очень мало стали кушать очень мало вот многие удивляются что он такой большой большой но я думаю вы просто многих вещей не замечаете ну и не можете конечно замечать это же все знаете вы видите только один маленький кусочек вот но наше питание очень сильно изменилось особенно объемы очень сильно изменились вот феликс сделал большую работу над собой над приобретением своих новых привычек чему я очень рада потому что это продлит ему жизнь а я бы хотела чтобы он долго и счастливо и со мной вот таким образом мы нарезаем накручиваем наши голубцы и складываем я делаю в один ряд американцы делают два ряда то есть вот один ряд и сверху еще один ряд я так не люблю в принципе можно просто мне нравится вот именно вот эта изюминка с томатным соком и мне нравится чтобы они были так помягче американцы делают конечно голубцы немножечко посуше то есть они их так запекают до такой степени что там у них выкипает весь томатный сок я думаю что сегодня Феликс будет очень рад мы сейчас с ним готовим по очереди так получается потому что наши графики работы не совпадают на месяц примерно через месяц все у нас нормализуется сейчас мы с ним вместе потом он мне помогает итак вот мы с вами сделали голубцы берем обычный томатный сок ничего не добавляя никакой соли мы просто заливаем наши голубцы томатным соком наша печка уже духовку подошла слишком много заливать не надо потому что начнет кипеть как мне подсказывает опыт начнется все вываливаться теперь все это мы накроем фольгой и отправляем в духовку на 2 часа 20 минут и вот такое у нас получилось блюдо сейчас я выложу его на тарелочку и посмотрю так вот такое чудо мы оформили подадим мужу на пробу что скажем филикс ты ты любишь мой динер мы cook cabbage Ну это Традицион Американ Сегодня ты кушаешь? Сегодня ты ешь О, сегодня Пять минут до этого Ты любишь? Сюда смотри в камеру Ты любишь? Я люблю Молодец Моя лучше, но ты в порядке Окей